Совсем недавно закончился телепроект «Другие люди», второй сезон, и сегодня у нас в гостях участники этого проекта Александр Попов и Яна Бочарова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Очень рады вас видеть. И первый вопрос, наверное, будет вот каким. Что стало мотивацией для того, чтобы принять участие в этом проекте? Ну, основная мотивация – это изменить себя, потому что очень долгое время откладывалось это в долгий ящик, в связи, так сказать, своей профессии, встречи и так далее, и тому подобное. Я бизнесмен, поэтому мне приходится часто встречаться, часто разъезжать, ненормированный образ жизни, ненормированное, соответственно, питание и так далее. Вот. Спорт в моей жизни всегда присутствовал, но в последнее время я на это, как бы, немножко меньше уделял внимания. Сейчас именно эта передача мне позволила себя собрать, начать, как бы, активно работать над собой, и, соответственно, результаты очень такие положительные. А для вас, я? То, что нужно было менять. Здесь я, соответственно, с Александром соглашусь. В принципе, большую часть времени я посвящала своей работе. С учетом того, что у меня произошли изменения некие, у меня появилось время. Я посвятила себя спорту, учитывая также то, что в прошлом я спортсменка, поэтому с радостью приняла участие в этом проекте. Я кандидат в мастера спорта по волейболу. Ну, а что все-таки изменилось благодаря этому проекту? Ну, прежде всего, я сбросил вес, я начал правильно питаться, жизненный тонус у меня повысился, работоспособность тоже. Вот. Если я раньше просыпался, утром не знал, чем себя занять, а до работы еще было там 2-3 часа, да. Вот. Я жаворонок. Вы все-таки просыпались, тем не менее. Просыпался, да, и не находился места. Теперь я четко знаю, что в 7 часов у меня тренировка, вот. После этого у меня планерка. Ну, в общем, все по расписанию нормально, и процесс пошел. А вот скажите, мне кажется, сбросили вес в течение какого времени и сколько? За месяц, за месяц, пока шла передача, я сбросил 10 килограммов. Ну, это достаточно много, да? И вот мне хотелось бы... Ну, мне бы хотелось больше. Что мне бы хотелось от вас услышать? Вы, конечно же, находились под наблюдением профессионалов, да? То есть вам говорили, что нужно делать, что не нужно делать, где какие-то, допустим, нагрузки можно преувеличить, где категорически нет. Вот сейчас нас смотрят люди, да, вот что бы вы им сказали? Если, допустим, есть мотивация, ну, допустим, похудеть, да, стоит ли как-то так вот самому пытаться это сделать или все-таки обратиться за помощью к специалистам, чтобы сказали, что нужно делать именно тебе? Однозначно нужно обратиться к специалистам, потому что самолечение, мы все знаем, да, как бы ничего хорошего не приносит. Так же, как и самореализация себя тоже, это, ну, длительный процесс, и можно зайти в тупик в этой ситуации. Поэтому профессионалы помогают. Они наставляют, они говорят, как двигаться, они следят за, контролируют, и потом уже тебя, как бы, направляют в нужное русло. В целом, а сам процесс трансформации тяжело дался? Мне, в принципе, нет, учитывая то, что я себя до проекта приучила к тому, чтобы правильно питаться. Ну, конечно, как и свойственно любой женщины, в определенный период все-таки сложно устоять перед сладким. Вот, конечно, коррективы внес мой персональный тренер, который мне помогал и способствовал тому, чтобы я выглядела так, как я выгляжу на сегодняшний день. Это прекрасная идея. Спасибо. Вот, и, в принципе, сложности особых я не испытывала, за исключением, наверное, того, что привыкла вставать немного позже, так как я сова по биологическим своим часам, и вот как раз-таки... Наоборот, да. Да, и как раз-таки здесь была сложность встать в 6 часов, чтобы к 7-часовой тренировке приехать вовремя. А вот скажите мне, пожалуйста, выработалась ли привычка по-другому свой распорядок дня составлять, по-другому питаться? Вот она была приобретена в процессе съемки? Естественно, да. Это, наверное, самый большой и положительный момент во всем в том, что теперь мы четко знаем, что нужно делать, как нужно делать и в какое время правильнее это делать, когда лучше питаться, когда лучше, наоборот, рот зашить, да, свой, там, в холодильник повесить замок. Амбарный. Вот, и в то же время подобрали те необходимые тренировки, там, игровые, там, беговые и так далее, именно исходя из биологических часов твоих, да, потому что утром, допустим, мне сложно бегать, поэтому я там занимаюсь другими, а вечером мне, наоборот, очень большое удовольствие доставляет играть в футбол, там, волейбол, поэтому... Вот скажите мне, пожалуйста, как правило, да, мы, если нам что-то нравится, мы советуем это своим близким и друзьям. Вот своим близким и друзьям посоветовали бы принять участие в подобном проекте. Однозначно. И не только в этом проекте, а вообще, в принципе, я считаю, что сейчас, наверное, даже не столько модно, а сколько ты сам для себя понимаешь, как здорово быть красивым, здоровым, выглядеть прекрасно. То есть, каждому своим знакомому я рекомендую на сегодняшний день принимать не только участие, но и заниматься спортом ежедневно. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромную удачу. Желаем вам все это сохранить, грубо говоря. Спасибо. Спасибо. А мы вам напоминаем, что все интервью с нашими гостями можете посмотреть на сайте kuban24.tv, пока не...